Каковы признаки того, что человек находится не на своем месте? Если он пытается, вот такой вот, видите, весь красивый, пытается влететь вот в это кругое отверстие, знаете, так вот, усиленно, потому что объясняет, что ты все можешь. И он, значит, пытается все мочь. И он влетает в это отверстие. Вот каковы признаки, по вашему мнению, если человек находится не на своем месте? Если условия, в которые он пытается войти, не соответствуют его обусловленности? Каковы признаки такого человека? Вот давайте по очереди. Вот он первый, да, у вас? Мир негативный. Первое, что это, что мир негативно начинает относиться. Прямо, куда лезешь, мужик? Не твое место. Мир так реагирует, да? Правильно я понял? Куда ты лезешь? Не твое место, да? Так вы имеете в виду? Вы? То же самое. Мир возмущается. Да? Неустойчивое положение требуется много сил, чтобы удержаться в этом положении. Требуется много сил, чтобы удержаться. Ну, действительно, он туда не влазит. Ну, то есть выпадать будет все время. Скажите. А вы туда решили дать. Может, уже повторюсь. Нужно прилагать сверхусилия для того, чтобы попасть в это отверстие. Ну, то есть очень много на пути препятствий возникает. И приходится бороться и в каком-то негативе пребывать периодически. Еще давайте. Неудовлетворенность. Нет удовлетворенности. Как-то печально. Вроде делаешь много, да? А вот печально. Вот интересно, у каждого из нас, у каждого есть такой вид деятельности. Вот если вы его в этот день сделали, этот вид деятельности, чувствуете, что вы не зря прожили день. А если вот вы это не сделали, да? Даже если весь день вы пахали, как конь. И кажется, ну вот столько сделал. Люди говорят, ты столько сделал сегодня. А будет чувство такое. Ничего я сегодня не сделал. Замечали такое? Есть вот этот какой-то вид деятельности. Вот если он, вот сегодня я вот ничего не делал, но вот это сделал. Ходишь и понимаешь, сегодня я не зря прожил день. Или у меня одного такого. У вас есть такое тоже, да? Интересно. Еще какие признаки, чтобы человек не на своем месте находится? Нервозность. Окей. Злоба кто говорит? Точно, да? Есть такое. Злой человек становится. А что злой-то становится? Ничего не получается. Еще кто-то хочет добавить? Конфликты возникли. Ну, понятно, удовлетворен. Надо как-то жить, наслаждаться жизнью. И хоть как-то это проявлять. И человек начинает конфликтовать. Я, знаете, еще вот для себя выписал несколько вариантов. Может, вам тоже подойдет. Это все для того, чтобы мы, знаете, у нас мотив появился. Как же найти свое место, пространство, и как это лучше сделать? Первое я вот написал себе. Кислая жизнь. Вот такой термин есть жизненный. Кислая жизнь. Рутина. Что-то вроде происходит. Но как-то вот жизнь такая вот уже надоела все это. Надоела. Нет счастья. Опустошенность, стресс. От скуки возникает такая вещь, как извращение. Человек начинает извращаться. Что-то счастья нет. И начинает покупать. Вот я прям в интернете это видел. Продают набор за уходом за пупком. Вот есть такой набор. Не дешевый, кстати. Есть вот такая вот вещь. Но надо чем-то заняться. И вот есть такие наборы для людей. Зависть к окружающим. Естественно, так как внутри печально. Это что, о чем мы говорим? Когда человек не на своем месте находится, это означает, что его желания, которые есть у него, у него есть желания определенные, они не удовлетворены. И когда мне плохо, то возникает вот этот вот негатив, злоба и вот зависть к окружающим. Если у человека что-то хорошо, у друзей там, знаете, иногда вот сейчас вот становится даже опасно говорить, как у тебя все хорошо. Ну, по глупости мы там все в ВКонтакте печатаем, да? Но знаете, люди так вот реагируют на это радостно. И вся эта энергетика радостно, она идет к вам тоже. Анекдот про одного человека, он выиграл. А я показывал вам здесь, вы ролик видели про человека, который лампу Аладдина нашел. У вас не было, это на третьем было, да? У вас еще будет. Одним словом, человек нашел там лампу, потер ее, ну, как обычно, выскочил оттуда джинн и говорит, любое твое желание могу исполнить. Он говорит, да ладно. Да, да, любое желание. Но какое-то условие наверняка есть. Ну, мы же понимаем, да? Просто так ничего не бывает. Да, одно условие есть. У твоего соседа будет в два раза больше. Он говорит, да какие проблемы-то? Хоть в три раза. И он заказал себе, значит, евродворец, еврожену, евро-деньги. И все, знаете, все появилось, и вот он все это вот так вот обнял, заснул вот со всем этим. И утром просыпается восход, птички поют, евро-птички, евро-дом, все так классно. И он выходит на балкон, вот, вздохнуть евро-воздухом, и смотрит на той стороне у его соседа стоит два таких евро-дворца, и между ними хрустальный мост, по которому этот негодяй ездит на хрустальной машине из одного дворца в другой, и две жены, слева и справа. И тому так радостно стало за этого человека, что он вызвал этого джина и говорит, а ты можешь мне один глаз выколоть? Вот это зависть, чтобы у того, кто не понял, было в два раза больше. Еще один признак человека, который не на своем месте находится, он все время пытается доказать другим, что он счастлив. Понимаете, да, о чем речь? То есть счастливый человек не доказывает свою счастье, ему и так хорошо. Но если человек постоянно хвастается, постоянно говорит, а вот знаешь, а мы то, а мы сё, можно сказать, что это тебе так плохо, что ли? Да нет, нет, у меня все хорошо вообще. Вот это тоже, когда человек не на своем месте находится. Чрезмерная агрессивность, как вы говорили здесь, раздражительность, обиды, сложно прощать других за ошибки. Это все признаки неудовлетворенности, которые есть у человека. Депрессия, ощущение бессмысленности жизни, чувство ненужности. Это все признаки неудовлетворенности у человека, когда он не на своем месте находится, когда его желания не удовлетворены. Поэтому это не очень хорошее состояние, когда человек не нашел свое место в пространстве. И важная фраза, важное такое утверждение, у каждого из нас есть таланты. То есть, когда мы были созданы генами, либо творцом, так или иначе, мы как-то скроены определенным образом. И если у нас есть способности какие-то, способности, это означает, что у нас есть и желание их использовать. То есть, не бывает так. Способности есть, а желание их использовать нет. Такого не бывает. То есть, если есть способности, тело, ума, если вот они есть, то значит, есть и желание их использовать. И если человек эти таланты, способности не использует, это значит, что он не удовлетворяет свои желания. Значает, он будет печальный, неудовлетворенный. И вот эта неудовлетворенность, она приводит не только то, что человеку плохо, доводит и до болезней. До болезней для стрессов каких-то нехороших. У меня был личный опыт жизненный. Я заболел на 3 года. Я уже везде это рассказываю. Ну, что делать? Хороший пример. Вот я заболел, и вот я везде лечился, делал все, что нужно делать. Уже ко всем к врачам сходил. Все говорят, да у тебя все нормально. Ну, как обычно. Все нормально, только плохо. Не могу разговаривать, сил нет и все остальное. И встретился с одним интересным психологом. Я говорю, покажите вот, ну, что-нибудь такое сделайте, чтобы я вот мог понять, что происходит-то. И он мне объяснил. Оказывается, у нас есть определенные желания. Если эти желания не исполнять, не удовлетворять, не принимать в расчет, эти желания могут, ну, так образно, обидеться на нас. И мы начинаем чахнуть. Я говорю, ну, что, правда, что ли? Говорит, да. А вы можете мне объяснить, вот какое у меня желание, которое, ну, какое желание я обидел? Он говорит, да, сейчас разберемся. Ну, так как он серьезный человек, я очень серьезно относился к тому, что он говорит. Он поставил, значит, я сидел на одном стуле, он поставил еще третий стул. То есть он на втором и третий еще, для третьего поставил. Я говорю, это для кого? Это вот для него. Для кого? Ну, для твоего желания, которое ты вот, ну, не принимаешь в расчет. Я говорю, интересно. И вот давай сейчас представь, вот, то желание, которое ты не, ну, не принимаешь в расчет, и вот из-за этого оно вот тебе дает понять, что знаешь, я тут есть, а ты меня не принимаешь в расчет. Вот представь его, вот, сядь и покопайся внутри себя, вот, увидь это все. Знаете, таким гипнотическим голосом он мне это говорил. И я представил. И знаете, что я представил? Я представил такую огромную фигуру Данко. Данко – это эпический персонаж, который вырвал из своей груди сердце и вот так вот с горящим сердцем повел за собой народ. И вот этот Данко появился такой, с горящим сердцем. Говорит, ну, ты видишь? Я говорю, вижу. И что ты видишь? Ну, вот Данко – вижу. Вот ты понимаешь, что это? Я говорю, ну, это круто. Я так не могу. Вот поэтому ты страдаешь. И мы посадили этого Данко. Он с этим сердцем сидит. Весь такой благородный, благородный. И я ему говорю, ну, подождите, подождите. Я же так не могу. Это же святость. Ну, то есть, я же нормальный человек. Ну, вот, прям вот так вот жить, это же невозможно. Он говорит, ну, ничего страшного. Ты ему по чуть-чуть, давай ходать, по чуть-чуть. Ну, с ним как-то договорись. Мы с ним стали договариваться. Говорит, ну, давай я буду конфетки раздавать. Он говорит, ну, хорошо. Хочешь с чего-то начни. И вот мы с этим Данко договорились, что я буду по чуть-чуть что-то отдавать. Я потом понял, откуда эта Данко появилась. Это все из лекций ведических просветителей. Они этого Данко туда как-то запустили, что надо жить не для себя, вот, ну, как-то вот, жертвенность. И вот этот Данко появился в моем сердце. И вот мы с этим Данко договорились, он так уже так, ну, ладно, ладно. И опять нырнул в меня. А я побежал раздавать какие-то конфеты окружающим людям. Я к чему это все говорю? Ну, часто бывает, что человек не видит свои потребности, которые есть по рождению, да? По его созданию эти потребности существуют. Но если он не удовлетворяет их, не обращает на них внимания, то это приводит не только к удовлетворенности, но и к какому-то личностному разрушению. Поэтому хорошая вещь, если в этом можно разобраться.